Здравствуйте, уважаемые друзья! Вытащил я из коробочки специально вот эту мушку, она уже была неоднократно в работе. По вашей просьбе мы сегодня изготовим нимфу, мокрую мушку. Ну, как вы ее для себя и назовете, так это вот для вас и будет. Для поимки красноперки, платвы, уклейки, густеры, окуня. То есть, любой прекрасной нашей мелочи, которая обитает по заливам и по нашим прудам. Давайте приступим. Крючок я взял, 18 номер, Камасан серия 400. Можно использовать F11, F14, подберете для себя сами. Фирмы Гамакадсу. Ну, или любой другой, который вы для себя найдете. Огрузил латунной головкой, она где-то полтора миллиметра. И совсем-совсем немножечко огрузил грудку. Как вы и просили, материалы мы будем использовать не совсем дефицитные, но и в то же время кое-какие материалы нам понадобятся. Значит, давайте приступим. Хвостик можно изготавливать. Вот как вы видите, я подготовил перышко куропатки для опушки. Это крашеная куропатка. Можно использовать серую в натуральный цвет. Можно использовать, вот как я, допустим, изготавливал уже перепелка японская, белая. Можно серую. Любое перо, которое вы подберете для своей опушки. Оно должно быть мягеньким. Немножко на место крепления нанесем клея. Нить желательно использовать достаточно тонкую. Значит, от величины крючка, скажу вам сразу, вы будете для себя уже регулировать ту рыбу, которую вы захотите вылавливать. Можно изготавливать ее и на четвертом номере. Тогда будете ловить хорошо окуня, вплоть до щуки. Я оторвал щепотку из отходов вот такого перышка. Длина хвостика должна приблизительно равняться длине шарика, вернее, тела от шарика и до начала загиба. Значит, само по себе перо тоже все должно быть достаточно мягенькое. Притяжной петлей подхватили. Буквально пару раз сильно не усердствуем. Посмотрели. Вот такая величина вполне достаточно. Подхватили до начала нашего свинца. И желательно так, чтобы у нас не было нагромождений материала. Аккуратненько удаляем все-все-все наши остатки. Удалили. И теперь мы с вами должны изготовить заднюю часть нашей мушки. Я изначально вам показываю так, как, допустим, можно и не делать. Можно, допустим, закрепить красную вот нить, которую мы будем изготавливать, заднюю часть, которая привлекать будет нашу рыбу. Промотать изгиб, а потом только лишь прикрепить наш хвостик. Значит, можно использовать нить, можно использовать вот такой голографический люрекс. Но, так как вы просили, это все из нашей любимой тесьмы. Теперь я беру, закреплю нашу нить и ее удалю для того, чтобы она мне не мешала. Может быть, будет вам немножко неудобно, но этого уже выберите для себя сами. И теперь, вытягивая все наши волоски, так как мы работаем и с юнифлос, и с другой ниткой, начинаем обматывать часть, которая у нас загиба за нашим хвостиком. Буквально совсем немножечко для того, чтобы обозначить. И аккуратно, так, чтобы мы никуда не утащили наш хвостик, теперь проматываем. Буквально нам надо промотать с вами, ну, чтобы была хорошо обозначена точка атаки. Полтора-два миллиметра, больше, я думаю, можно и не стараться. Учитывая то, что нить у меня достаточной длины, я беру узловяз, и узловязом выполню парочку оборотов. Остатки удаляем. Теперь остается изготовление тела. Но прежде чем мы с вами будем изготавливать тело, нам необходимо с вами закрепить опять нашу нить, и закрепить люрекс, которым мы будем обматывать тело. Для этого я беру обыкновенный, вот который был хорошего качества, люрекс из елочных украшений, и не доходя теперь до красной нити, буквально пару виточков подхватили люрекс, убрали, чтобы не мешал, и будем изготавливать тело. Так же, как и в том варианте, я подготовил из тесьмы, которую мы распускали, салатного цвета, пару прядей. Цвет, ну, вы уже подберете сами, дело в том, что я как бы экспериментировал. В основном я провожу рыбалку в те дни, когда более-менее благоприятная погода, и солнечно, хорошо, поэтому сильно яркие цвета я не использую. Но и в то же время для того, чтобы можно было в пасмурную погоду использовать эту же мушку. Закрепим хорошо материалы. Мы с вами закрепили материалы. Я убрал ту нить, которая мы с вами работали. Она нам уже пока не понадобится. И теперь я выполняю вот такую работу. Беру, опять возвращаюсь к моей зеленой прядью, буквально парочка витков, для того, чтобы создать ровненький контур между красной и моей зеленой нитью. Нить, как вы уже спрашивали, она флуоресцентная, достаточно сама по себе хорошо выполняет роль раздражителя. И аккуратненько двигаясь от красного нашего контура, не доходим до буквально нашего шарика, совсем-совсем немножечко. Стараемся не нарушить пропорцию тела, чтобы она у нас была более-менее конической. Нить сама по себе достаточно крепкая, но я бы, допустим, для других рыбалок, если вы планируете окуня ловить или несколько другие глубины, можно бесцветным лаком, как я иногда использую, взять и закрепить сверху. Теперь нам понадобится взять несколько другую нить, более темного цвета, но для того, чтобы не убежала моя нитка, я беру зажимом, ее подхватил и в таком положении оставил. Берем теперь нить другого цвета. Закрепили и сразу перехватываем, чтобы удобно было отрезать нашу нить. Удалили. Теперь, что самое здесь для вас может быть нужным или ненужным, разберетесь вы сами. Но обычно я, чтобы мушку мою не утяжелять и в то же время хорошо закрепить люрекс, я буквально вот капельку добавляю лака, который впитается и абсолютно не повлечет никакого утяжеления или изменения тела. И обмотаем нашим люрексом буквально до шарика. Закрепили еще с вами одну буквально бородку пера нашего павлина и подобрали перышко, которое мы уже с вами вначале рассматривали. Теперь, что я делаю? Я вначале выполняю буквально вот один-два оборота прямо так, чтобы у меня перо наезжало на мой шарик. Беру аккуратненько, слегка намочив, убираю бородки. Если они попадают под перо, это не страшно, потом можно будет все аккуратненько убрать. И теперь выполним вот так обмотку. Буквально пару оборотов должны за пером. И у нас, так как у меня спрашивал Сережа, как оно получается внутри. И я вот так буквально это все наши перья, которые мы будем потом с вами наматывать, оставляем внутри. Теперь с вами берем буквально один оборотик для того, чтобы наше перо не убежало, продавили. И оставляем под действием катушки его висеть. Выполним буквально один оборот и остатки удалим. И вот, друзья, как вы видите, мы сделали завершающий узел. У нас достаточно привлекающих элементов в нашей мушке. Пробуйте с разной расцветкой. Кстати, если по каким-либо причинам, допустим, нет у вас вот такой латунной или же вольфрамовой, поищите, вот существует, это у меня я для себя сделал такой типа набора, разные пластмассовые бусинки. Поставьте любую другую и вопрос будет решен. Также эту мушку можно изготавливать и без хвостика, но тогда уже это будет немножечко другая. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч, до свидания. Продолжение следует...